Дорогие друзья, я закончила работать со спиной. Накрываем человека так, чтобы та часть была максимально закрыта и не остывала. И продолжаем работать в данном случае с плечевым поясом, с шеей, с головой, с вот этой затылочной частью. Если без дырки у нас в стол, то я обычно предлагаю человеку руки положить выше от головы. Ну, в данном случае, вот так удобно под голову. Только ладонь на ладонь. Да, вот так вот. И чтобы лопаточки и плечики были развернуты шире. Сразу, как бы не отходя от кассы, да, я пока еще не бегаю. Пока он все перекладывал, я уже начинаю работать с шеей. Экономим наше время и действуем оперативно. Так, вот видите, обычными массирующими движениями, ну, все вы их знаете, только единственное, что направление этих движений идет от головы вот туда, вот под вот эти мышцы, да, то есть я вот туда их пытаюсь, туда. Да, мы работаем с лимфой. Так же вот можно прожать кулаком, ну, таким захватом трапевтиевидной мышцы, если у вас хватает рук и сил, чтобы это схватить. Если не хватает, то я сразу перехожу вот в такую позу, да, пониже стоечка. И начинаю обрабатывать от шеи вот эту мышцу вплоть до плеча вот таким вот движением. Таким вот вращателем. Очень сильно задают трение, и очень сильно, получается, согревается вот этот участок. Вот до плеча, ну, в принципе, можно и все плечо так же согреть, да. Опять же движение у нас идет от центра к периферии. Его же тут же продолжаю вот таким вот захватом, да, вот сюда вот захватываем мышцу. Вот так вот раз, раз, и мышцу оттягиваем. Наверное, лучше с этой стороны смотреть, чтобы было видно, как это вот из-за мышцы, да. Еще раз показываю. Поставили вот так руки и согреваем. Ага, теперь захватываем раз, 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 раз. То есть мышца вот то же самое, что мы делали вот тут, помните, вот с этими мышцами. По сути, фактически движение это вот такое же, да. Мы мышцы превратили в такую змейку и пытаемся где-то так растрясти. Далее мы упор делаем одним пальцем снизу, а вторым как бы прижимаем. И немножко вбок, как бы вот промахиваемся чуть-чуть, раз, съезжаем. Опять же, несколько у нас получается итераций от центра к ключице. Ну, сколько получится у вас? Раз, два, три, вот это у нас еще у меня получилось, да. У кого-то четыре может получиться. И также, опять же, берем эту мышцу, да, и ее растягиваем. Растягиваем. Это тоже бывает достаточно приятно. То же самое проделываем быстренько с этой стороны. Обратите внимание на мою стойку, вот я ставил посередине, да, как бы вот тоже стойка из высоких единоборств, мабу она называется, или стойка наездницы. Вот вы сидите и покачиваетесь немножко. Когда я работаю с этой стороной, да, я немножко вес целого перевношу сюда. Когда работаю, показываю ноги, если видно, да. Вот, техника из цигуна, это работа с этой стороны, перешел сюда ногу, да, передвинул. Работа с той стороны, перешел на эту ногу. Работа посередине, вот так вот. Или как-то слева направо, то я перекачиваюсь на этих ногах. Вот такая вот техника, мы завтра будем ее еще раз отрабатывать. Пока просто запомните. Разогрели, растерли, размяли, вот так вот, да, прожали пальцем, вот так вот, и растянули. Сколько получается? Четыре, да? Четыре этапа. Пятый этап, это так же продолжаем растрясать, только уже быстрыми энергичными движениями. От центра к периферии, видите, растягиваем мышцы. В центре подняли, к периферии растянули. Видно там, да, на камеру? Растянули, и наши пальчики автоматически застряли вот на этих местах, где ключичная такая ямка, вот, заканчивается ключица, да, и начинается плечевая косточка, вот эта ямка, продавили ее. Акупунктурно спустились к тому месту, где начинаются мышцы плеча. Их вот проработали, то есть как бы мы отжимаем, вот, косточки так вот, ниже, ниже от кости, как будто бы так, да, продавливаем, прожимаем. Проходим дальше, вдоль лопаток, за лопатками, и спускаемся вот сюда. К нашему, к нашей пресловутой холке, да, вот это движение я назвал крылья ангела, то есть мы как бы раз, и рисуем крылочки ангела, которые, вот так вот, перышки, 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 зарождающиеся крылья ангела, они такие небольшие получились, да, возвращаемся сюда. В этой точке мы начинаем, особенно те, у кого холка, да, или шишечка тут такая, вот прям можно жестко тут вообще с этой системой работать. Берем и прямо подтягиваем всю эту вот массу вредную от позвоночника, с тяжкими пальцами, прям вот так вот, не жалею пациента, жестко. Далее, разводим в сторону нылки, проходим между лопаток, и опять разводим только в другую сторону, делаем вот такую вот протяжку, выжимку. Вот это движение я назвал рисуем еврейский канделябр, то есть это вот мы нарисовали основание, нарисовали вертикально вот этот вот столб, и расходятся подсвечники. Вот если видно, да, на теле, сейчас еще раз нарисую, раз, и подсвечники, вот они, и все так вот. Ну, вы понимаете, да, почему еврейские, может быть, видели такие вот, их религиозное сооружение, иудейские, то, может быть, из покойников идут. Вот, который рисуется вот так, вот это у нас лопатки, да, в этом случае, вот это вот место соединения седьмого шейного позвонка с первым грудным позвонком, ну, снизу вверх, мы отсюда смотрим, да, сейчас нарисую, да, вот пошла шея, волосяная часть головы, уши, вот, камуш, вот эти такие косточки, ключицы такие квадратные, да, вот пошли плечи. Значит, как у нас получились, так называемые, крылья ангела, мы обходим, вот так вот эти все зоны, да, получается, как бы вот такая фигура, фигура похожая на крылышки, ну, быстро рисую, ладно, вот, как у нас получились, ну, пальчиками, да, вы понимаете, как он получился еврейский пенделябр, мы вот так вот разжимаем, мы разжимаем здесь сильно мышцы, опять же, от центра к периферии, и получается кулачком вот так вот рисуем вот такое основание, да, а дальше, чтобы пройти вверх, нам надо эти уголки лопатки обойти, ну, чтобы не травмировать, чтобы не было личной боль, да, то есть мы руки сводим, проходим вверх и опять разводим, разводим, и вот этими костяшками пальцев у нас автоматически образуется вот такая вот фигура. Ну, два, три, четыре, четыре с каждой стороны. Ну, как бы они заканчиваются в одном месте, на одной высоте. Вот, знаете, такую фигуру, ой, ой, будь здоров, Олег, спасибо, мне понравилось там, красавец. Помните такую фигуру, или не помните? Ну, может помню. Да, вот, ну, это там у них обозначает 9 сефирот, или там 8 сефирот, кто так это называет, нам это сейчас не важно, просто нас фигура это напоминает. Ну, далее, смотрите, мы еще одно упражнение делаем, когда развели, соединили, и еще раз развели руки, доходим дальше до самого крестца, можем дойти, если он как-то не уместился, ну, тут крестец, да, пошли ягодиточные мышцы. Доходим до крестца, и вот там еще одно движение есть такое, очень интересное, когда мы с двух сторон упираемся против ямочки, да, крестца, и, ну, получается, мы это вытянули, да, и немножко вот так вот мы его расшатываем, как бы стараемся продолжаем отодвигать, продолжаем делать вот эту нашу пресловутую декомпрессию, да, давайте покажем на пациенте, как мы это делаем. Вот ямочки, видите, и, соответственно, для фитнеса массажиста это тоже очень хорошее упражнение, то есть вот мы развели, еще раз развели, уперлись, потрясли, или можно вот этими, сильно, 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 вот себя, да, при этом, видите, мы растянули свое тело тоже полностью, даже можно прогнуться, ну, конечно, не ложитесь на голову пациенту, имейте какое-то там чувство такта, расстояние, да, и когда идем назад, мы как бы немножко вот приподнимаем, опять ребрышки приподнимаем, так вот, межребежную невралгию, сейчас трясаем, лопатки развернем в стороны, по рукам, сбрасываем энергетику вот с локтей, она сходит как раз, да, сбросили все, вот все, что мы собрались тело, да, представляете, что мы вот это вот, все, вот там грязь, на основе, вредно собираем, и фу, сбросили, и сразу же перешли на локтевую технику, я сейчас постараюсь сразу за вот этот один видеоролик показать, что мы делаем с шеей, да, и с головой, перешли на локтевую технику, вот отсюда, растираем, и старайтесь захватить торпить сведенную мышцу, как можно снизу, вот так вот, приподняв ее вверх, да, приподнимайте ее, локтями потом переходим на локти, и так же вот приподнимаем кверху, шееку растираем, вот, можно закончить, опять же, вот такой развод, то есть мы как бы внедрились между лопатками, да, и развели их в сторону, пошире, локтями, опять сбросили, фу, энергию с локтей, ну, поняли, да, своими локтями мы лопатки вот так стараемся расширить, расширить здесь, развести, далее, второй сет, то есть мы обратно вернулись к этой точке, да, к шее нашей, и второй сет начинаем, прожимаем вот эти мышцы вдоль позвоночника, идущие по боку, да, отодвигая их от позвоночника, раз, два, отодвинули, решили на дах, вот в эту стойку, да, и ладонью теперь так вот распрямляем, если мы до этого пальцами, да, делали против пальца, да, это такая более точечная техника, здесь у нас все равно такая широкая, раз, два, пошире захватили, то есть оценок в периферии, и три вот прям до плеча я дошел, да, смотрите еще раз, иду отсюда, три участка получается, ну, сколько у вас в месяц, по месяце четыре делаете четыре, по месяце два делаете два, раз, два, три, видите, как бы шире, шире и шире, теперь меняю свое положение, и с этой стороны, раз, два, три, четыре, возвращаюсь по центру, да, и опять растираем, разводим руки, и уже не рисуем крылья англа, да, рисуем вот такие ипалеты, то есть расширяя лапы леопарда, вот так, близкого расстояния, да, шире она становится, шире, как бы, вот мы эти мышцы растягиваем, почему ипалеты называются, ну, потому что вот у нас, вот, да, вот это,